Здравствуйте! Сегодня мы встречаемся с мастером Евгением из Беларуси. И сегодня мы поговорим на тему любви в кунг-фу. Любовь – это нечто возвышенное, чистое, светлое. Вы согласны со мной? Ну, конечно. Все это нам знают. Скажите, пожалуйста, как в кунг-фу проявляете свою любовь? Как вы проявляете любовь в кунг-фу? Кунг-фу и любовь – это, можно сказать, синонимы. Я понимаю, что многие люди мне ассоциируют, что боевое искусство – это и есть любовь. Поэтому такой вопрос часто возникает. Но мы приводим сюда один пример, который просто является как визитной карточкой. Нанося удар сопернику, передаете ему свою любовь. Как это? Ну вот, мы можем об этом говорить. Для того, чтобы понять, каким образом это происходит и о чем это говорит, нужно сначала расслабить понятие, а что же такое любовь. Потому что у всех понятия об этом разные. И на сегодняшний день я вам скажу, что процентов 90-95 людей ассоциируют любовь совсем с другими понятиями. Это может быть взаимоотношения между мужчиной и женщиной, сексуальной, например. А они называют, что это любовь. Это может быть просто забота о ближнем. Даже может быть кто-то сочувствие считает, что это любовь. То есть, понятие любови у человека сейчас изменилось. И это комфортно для того, чтобы определенным людям, силам управлять людьми. Потому что любовь – это сила. А если человек обладает силой, с ним сложно справиться. То есть, ты ему не управляешь. Поэтому считайте, что любовь – это определенная сила. А если сила, то это значит энергия. А это значит знание. И есть еще такое понимание, это естественно для всех, что любовь – это счастье, радость, удача. То есть, если у вас любовь, то вы счастливы. Светишься. Светишься, да. То есть, значит, как солнышко. Значит, с вами уже хочется рядом стоять, вы сияете. Любовь – она все позволяющая, все мощная. То есть, это означает, что, например, если человек, допустим, заходит в аудиторию, и он весь светится, это значит, он полон любви. Да, даже видно, вот, девушка заходит, такая вся, унешающая любовь. В такой хочется тянуться и больше общаться, правильно? Девушка или мужчина. Да. То есть, это обозначает, что этот человек полон любви, что к этому человеку тянутся, и он точно так же тянется, поэтому миру он много дарит любви, правильно? Да. Да, и мы начинаем углубляться, где же все-таки находится любовь, почему мы говорим о том, что это какая-то сила, знание. Значит, для этого нужно углубиться вообще в понятие, кто есть человек, из чего он состоит. То есть, есть тело, есть душа, есть дух. И если мы говорим о какой-то громадной силе, значит, у человека может возникать громадная сила, откуда она берется. То есть, в физическом теле не так много силы, то есть, многие ведро не могут поднять. Ну да, есть люди очень слабые, энергетически очень сильные. Что же делать? Энергетически. Да. Энергетически. Значит, мы подошли к тому, что любовь – это энергетическая сила. То есть, сила, которая не физическая, а энергетическая. В каком месте заключается эта сила? В душе или в духе? Потому что у нас только три понятия, человек рассматривает. Тело, душа, дух. И мы знаем, что сила, именно энергия, находится в душе. То есть, душа – это источник энергии. А дух – это источник знаний. И, используя душу и дух, человек обладает знаниями о силе. То есть, знание о силе – это и есть любовь. То есть, когда вы знаете, как поступить, вы делаете какое-то действие, построите дом, сети, зная как, прилагаете туда определенное душу, то вырастает дом, растение. То есть, знание, дух, сила, энергия души и все прекрасно. И все любуются, и все радостные. То есть, люди пришли, о, какой огород у тебя классно. О, какая у тебя там выросла яблая. То есть, если не растет, значит, душа не вкладывается. Да. То есть, если не выросла, значит, туда душа не была вложена, силы туда не было вложено, энергии не было вложено. То есть, человек старается копать этот огород со всей энергией силы, ему так лично кажется, но он не получается. Но телом копает. То есть, он копает просто мышцами, он не вкладывает туда энергию, любовь. любовь то есть душа любовь и соответственно если он туда не вложил то помидорчики были маленькие а у соседа большие он сел с любовью готовил еду с любовью вот отношение к этому понятию оно тогда понимается немножко глубже и тогда мы говорим о том что же происходит во время боя возвращаясь к вопросу во время боя специалист мастер он касаясь касались ударом или просто прикосновением используя энергию своей души передает второму человеку сопернику или по планету с которым контактирует знание через дух и как бы касается его души чтобы она проснулась потому что он не понимает оппонент что такое любовь не добрее задача заключается в том чтобы я передал ему свою любовь я отдал ему частичку своего сердца своей души не нужно отдать ему свою частичку души используя дух во первых в такой ситуации если сделано грамотно любовь его разрушает он уже он уже не воин он не понимает что происходит у него состояние как бы резкого перехода между до и после это как будто вас в окунули в воду и вот в этот момент конечно можно с ним делать все что хочешь это такое мгновение которое длится несколько секунд если у меня задача например поразить повредить то я могу закончить бой поединок победой но мне не стоит задача его убить моя задача его изменить поэтому данный момент нужно сделать таким образом чтобы человек осознал что произошло что касание мастера изменила его так что разрушила и он уже не хочет вести поединок потому что не видит в этом смысла но какой другой человек на улице если тебе лезут обниматься целоваться будет бить ему в лицо то есть не хочется не хочется правильное слово то есть вот этот эффект если простопремя провожу происходит варень поединка если вы улыбаетесь и тянете руки и говорите друг мой я тебя так люблю родственник ты мой любимый ты мне как брат а тот напряженный был хотел ударить ну это точно так же как я понимаю в жизни например если ты допустим с ребенком да вот он что-то нашалил ты хочешь на него покричать но в этот момент он бежит к тебе с улыбкой и обнимать да допустим маму да то что делаешь ну ты не можешь там ему не улыбнуться и уже прощаешься вот тут же ребенок делает это автоматически бессознательно потому что это у него на бессознательном уровне находится в автомате как программа но многие люди это не понимают потому что за счет стресса в каких-то ситуациях у него уже сборе в сознании и у него эта программа уже не работает тогда ему нужно объяснять примере приводить то что мы сейчас делаем чтобы человек включался и понимал что в этом есть секрет если ты хочешь чтобы люди тебя любили дали любовь другим а что такое любовь мы рассмотрели это обмен энергией это знаниями обмен радостью и счастьем что еще человеку надо мы для этого здесь и живем мы живем чтобы получать знания радость и счастье ну к сожалению в нашем мире очень сложно это сделать к сожалению ну потому что мир у нас сейчас такой наполненный злостью злостью да много ее гневом агрессией ненавистью агрессия на агрессию а если будут все будут агрессия на любовь кто-то дарил любовь кто-то на агрессию тогда может быть было 50 на 50 так в основном да это секрет это ключ то есть ситуация мы не говорим о профессиональной спорте о ринге о том когда мы действительно собрались в печалках стоит судья и нам нужно примеру ну условно говоря какую-то медаль за что мы говорим ситуацию которая происходит на улице когда вы столкнулись ситуацию когда человек агрессивно настроен и хочет вам делать какие-то повреждения телесные и в этот момент есть несколько способов первый убежать третье с ним вступить в контакт и вести поединок защищаться или общаться с ним так чтобы вы излучали любовь то есть тянуться обниматься и целоваться сказать родной ты мой с тобой практически на одной парте столько лет ты дружище то есть вот такое состояние вхождения сразу его разрушает надо чтобы было ассоциативно понятно для чего мы хотим углубиться еще дальше и понять что душа есть любовь и это нужно очень много понимать и современный мир на сегодняшний день он должен измениться мы как бы находимся в фазе перехода из одного состояния из одного мира в другой то есть вы же сейчас сами проговорили и все наблюдают что включите телевизор здесь что-то там ломают бьют там все рушится почему они хотят рассказать много-много всяких передач нет как друг друга люди любят как там не знаю хорошие поступки почему только вот например по телевизору показывают как что-то произошло и что-то плохо кто-то там кого-то в больницу отвезли где-то взрыв произошел вот почему только такое транслирует я про это и делаю потому что мир сейчас такой кому-то это комфортно кому-то это выгодно почему-то люди хотят создать состояние страха хотят чтобы вот они пророк были в стрессом состоянии до преступления чтобы такое почему потому что так легче управлять людьми когда у него стресс страх у него нет любви нет энергии знаний он никто он управляем то есть легко управлять теми кто не понимает что происходит иди туда и туда и он идет там страх нагнали значит страшно значит а что делать вот сюда иди вот работой вот копай молодец работает копает то есть это как год зависимного естественно мы видим происходит и почему это все говорим задача сегодня людей измениться и стать лучше первый шаг наполнится любовь любовь это первый шаг мудрость трудолюбие то есть используя труд измениться получая знания мы становимся мудрее то есть что такое мудрее почему как стать мудрее то есть быть спокойнее уравновешен принимать информацию осознавать осознанным соответственно то есть уровень сознания уровня любви уровней мудрости все это нужно рассмотреть рассказать чтобы люди понимали и тогда люди начинают получать об этом знание начинает меняться знание нет то есть почему люди сидят и ничего не то есть как бы они еще не сказали а вот запугались все страхами мы сидим у телевизора вот везде войны с подъезда не выйди вдруг снег по шкафа пойдет ну и так далее то есть я сейчас учу но я пытаюсь сказать тому что многие люди не могут измениться и стать лучше потому что у них нет об этом никаких знаний человек так устроен человек устроен таким образом что он проводит сравнительные какие-то ассоциативные своего опыта то есть он что-то увидел и сравнивает с тем что он знает если он не знает что это такое у него нет никаких ассоциаций то есть если человек никогда в жизни не ел яблоко положить он не может понять что это яблоко что нужно его укусить ему нужно дать об этом информацию с нами в школе институте мало об этом говорят потому что там готовят специалистов какой-то области стволю слез и так далее писать читать а вот знания мы называем их знания духовные то есть тонкие тонкого плана знания энергетические знания в нашей школе называется знания вучьи то что находится за гранью человеческого понимания за телесной души духа вот об этом нужно людям рассказывать эти знания существуют они есть это не то что мы что-то придумываем или где-то пытаемся откуда-то достать просто у людей нету доступа к этой информации если бы человек изучал в школе в институте постоянно бы это было оно было раньше раньше было это люди 500 лет назад 1000 лет назад они были намного более глубже понимали эти вещи и были счастливы все не было хорошо у них не было мобильника не было мерседеса 600 но он был счастливым у них все было хорошо когда сейчас человек получается не знаю что ему делать он начинает искать отовсюду информацию собирать ее но если бы повезло если он попал к такому мастеру как вы и он взял ему объясню хорошо когда есть кому объяснить что такое любовь и как жить дальше а многие же люди не знают просто что делать с этим вот например вот попадает он в такое вот состояние какое-нибудь агрессивное я не знаю он не знает как как может быть внутри где-то у него есть любовь но он не знает как ее дарить как ее получить все правильно вы все правильно и у него нету просто-напросто человека или там может какой-то книжки нужной которую нужно прочитать и никто ему не объяснит это хорошо когда рядом есть там родители родные когда есть друзья какие хорошие у них у всех уже есть например не знаю дети какие-нибудь которые без родителей росли ну вот мы прикосуемся к тому что для этого существуют школы кон-фу и гучи которые могут это объяснять об этом говорят могут привести пример и самое главное что мы даем мы даем возможность именно физических упражнений которые позволяют вам почувствовать то о чем мы говорим то есть как раскрыть любовь как понять что такое мудрость трудолюбие и так далее используя упражнения то есть в школах муфу дают гимнастику суставную дыхательную силовую хореографию и мастер объясняет каким образом вот эти упражнения раскрывают вас то есть людям сначала конечно непонятно только после каких-то примеров на занятиях у него появляются уже какие-то ощущения он понимает что холод появился там пальцев покалывания здесь у нас какие-то спиральные вращения здесь у меня там какие-то новые ощущения появились мастер ведет во время занятия проводит ассоциации какие-то мыслеформы какие-то рассказывает как дыхание влияет на то на то на то и у человека устраивается самое интересное когда он видит что это работает и у него что-то меняется он говорит ну да наверное это и работает что у меня же то-то-то была проблема та-та-та-та сейчас у меня все хорошо то есть этим занимаются школы кунг-фу поэтому мы об этом хотим говорить поэтому мы организуем такие встречи чтобы люди могли понимать где можно об этом узнать более подробно не только на уровне разговора и объяснения а на уровне упражнений и техник потому что многие просто про кунг-фу вообще ничего не знают абсолютно среди моих знакомых кроме йога да йога все знают все понимают про кунг-фу нет только ассоциация что это что-то такое с мечом и и что-то такое наоборот может даже и агрессивное но то что кунг-фу дарит любовь и то что кунг-фу она наполнена любовью и раскрывает себя раскрывает себя как личность помогает тебе вообще ответить на многие-многие вопросы в твоей жизни как бы об этом я думаю что многие знают согласен с вами поэтому хотелось бы побольше об этом говорить и передачи наши будут еще продолжаться все спасибо огромное сегодня мы говорили с мастером еще раз повторюсь Евгением из Беларуси и сегодня была тема любовь к кунг-фу ждем следующих встреч и поговорим еще о многих многих интересующих вас вопросах до новых встреч до свидания до свидания